Следующий спикер Дмитрий Конягин, директор по корпоративному бизнесу в NVIDIA. Дмитрий расскажет нам, как технологии NVIDIA используются для разработки речевого искусственного интеллекта. Дмитрий, прошу на сцену. Добрый день, коллеги. Спасибо большое за возможность выступить перед вами, рассказать про наши решения. Сейчас, как никогда, хороший момент для этого, потому что на прошлой неделе прошла наша технологическая конференция GTC, на которой огромное количество анонсов было именно по тематике, связанной с разговорным искусственным интеллектом. Наверное, компанию NVIDIA большинство из вас знает как компания, которая разрабатывает графические процессоры, что безусловно правильно, но здесь важно отметить, что теперь мы уже компания, которые разрабатывают весь стек решений, если с точки зрения железа теперь это и графические, и центральные процессоры, и DPU, то с точки зрения программных решений, это, конечно же, весь стек решений, который позволяет вам делать свои продукты решений на базе этих технологий, как в области, связанной с разговорным интеллектом, так и вообще с широким спектром задач, конечно же, в большей степени, которые связаны именно с решениями в области искусственного интеллекта. Но сегодня про аппаратные решения я постараюсь говорить по минимуму. Я, конечно же, хочу больше сфокусироваться на наших инструментах, на программных инструментах и приложениях для создания решений в области разговорного искусственного интеллекта. И сделать я это хочу потому, что вы можете наблюдать, что в последние несколько лет скорость развития потребностей в области вычислительных ресурсов, которые нам необходимы для того, чтобы работать с современными моделями нейросетей, необходимыми для создания разговорного искусственного интеллекта, растет крайне быстро. Ну и можете обратить внимание, что с появлением архитектуры трансформер, ускорение, которое появилось на рынке, которое необходимо для того, чтобы эффективно использовать эти модели, растет, в общем-то, практически в геометрической прогрессии. Исчисляется кратно в течение буквально нескольких лет. И, собственно, с этим нужно что-то делать для того, чтобы эффективно применять такие технологии, эффективно их использовать. И, собственно, первой технологией, на которую хочу обратить ваше внимание, которую мы анонсировали на прошлой неделе, это решение, инструмент, который называется NEMA Megatron, который позволяет обучать, эффективно обучать огромные языковые модели, такие как Megatron, который мы представили некоторое время назад, который может в себе содержать более чем полтриллиона параметров. И делать это эффективно на том оборудовании, которое для этого необходимо. И здесь важно отметить, что, опять же, так удачно совпало время проведения конференции. Вчера вышло очередное обновление списка 500 самых быстрых суперкомпьютеров в мире, в котором теперь представлено 7 систем из России. И важно отметить, что из этих 7 систем 5 — это решения, которые построены в индустриальных компаниях, таких как Сбер, таких как Яндекс, таких как МТС. И все эти системы так или иначе используются для решения как раз больших современных задач, для обучения больших языковых моделей и, собственно, построения сервисов в области разговорного искусственного интеллекта. Но тут надо обратить внимание, что обучение модели — это одна большая и важная часть. Но также важно обратить внимание, что нам необходимы эффективные программные инструменты, которые позволяют такие актуальные, большие и сложные модели эффективно применять в промышленном использовании. И здесь инструмент, который приходит на помощь, очередную версию, которого мы анонсировали, которая стала доступна на прошлой неделе — это Triton Inference Server. Это то решение, которое позволяет вам строить эффективные окружения для Inference в области языковых моделей, при этом использовать всю ту аппаратную инфраструктуру, которая у вас есть. И что самое главное, что это возможность на эту аппаратную инфраструктуру отправлять, опять же, актуальные, огромного размера языковые модели, которые могут эффективно на этом оборудовании работать. И здесь важно отметить, что технология трансформеров, которая появилась несколько лет назад и настолько быстро развилась, это решение, конечно же, не только для классических задач с точки зрения обработки естественного языка, таких как перевод голоса в текст или текст в голос. Это огромное количество производных задач, связанных с построением диалоговых систем, связанных с повышением качества и релевантности ответов на поисковые запросы, которые мы задаем. Это решение в области построения режиме по прочитанному сложному тексту и так далее, и так далее. То есть это такой большой и важный инструмент, который нам сейчас стал доступен, который имеет множество применений с одной стороны, с другой стороны требует для себя достаточно много вычислительных ресурсов как с точки зрения обучения таких моделей, так и с точки зрения применения. И, соответственно, мы предлагаем наши программные решения и для того, и для другого. Ну, собственно, не могу не похвастаться, что это решение Triton Inference Server. Совсем недавно было публично объявлено, что его использует компания Microsoft в своем средстве для корпоративной коллаборации Microsoft Teams. И, собственно, тот функционал, который связан с транскрибированием и переводом в режиме реального времени, в этом приложении работает на базе инструмента Triton Inference Server. Это, условно говоря, некое индустриальное подтверждение того, что этот инструмент подходит для применения в промышленном масштабе, в очень популярных, очень высоконагруженных приложениях, связанных с голосовыми и речевыми сервисами. И еще раз хочу обратить внимание, что когда мы говорим про Inference больших и сложных моделей, это на самом деле достаточно сложная задача, которая, с одной стороны, содержит в себе как программные сложности или сложности, диктуемые программными компонентами, так и аппаратными компонентами. Потому что нам необходимо, чтобы наша модель или наши модели, скорее всего, даже применялась эффективно на всем том классе оборудования, который у нас имеется в распоряжении. Неважно, это графические процессоры, это центральные процессоры, это разного поколения решений или одного поколения. Мы должны, как компания, должны иметь возможность все наши доступные ресурсы эффективно использовать. И, собственно, инструментом для того, чтобы эффективно строить Inference сервисы, как раз и является наше решение Triton Inference Server, о котором я несколько слов сказал. Еще один очень важный момент, если мы говорим с точки зрения разработки, это то, что до недавних пор для того, чтобы использовать наши решения, такие как TensorRT, которые являются, по сути, оптимизирующим компилятором для того, чтобы применять нашу обученную нейронную сеть на целевой платформе, еще до недавних пор нужно было использовать отдельно стоящую библиотеку TensorRT. И это, в общем-то, было не всегда удобно, потому что зачастую разработчики предпочитают использовать встроенные средства Inference в тот фреймворк, которым они привыкли пользоваться, в котором они ведут разработку. И, опять же, на прошлой неделе мы анонсировали, что теперь доступна или случилась прямая интеграция нашего инструмента TensorRT напрямую в фреймворки, такие как PyTorch и TensorFlow. Соответственно, теперь есть возможность получать тот же уровень производительности, который раньше был доступен, используя отдельно стоящий компонент в лице TensorRT. Теперь это можно делать напрямую из таких популярных фреймворков. И, собственно, опять же, в конечном счете это направлено на то, чтобы облегчить жизнь разработчика и ускорить вывод продукта на рынок. Как я уже сказал, задача инференса сложных больших моделей – это достаточно сложная задача с точки зрения продакшена. И здесь важно отметить, что Triton Inference Server – это то решение, которое, как я уже сказал, позволяет использовать все доступные нам аппаратные ресурсы для того, чтобы эффективно применять и строить пайплайн с точки зрения задачи инференса. И здесь важно отметить, что с выходом новой версии этого продукта мы можем поддерживать не только инференс на GPU и CPU. Теперь мы умеем поддерживать и CPU, скажем так, новых архитектур, которые становятся популярными в дата-центре, такие как, прежде всего, архитектура ARM. И второй очень важный момент, что с точки зрения поддержки фреймворков мы поддерживаем все популярные фреймворки индустриальные, и в том числе мы поддерживаем фреймворки, которые разрабатывают наши коллеги по, скажем так, индустрии, по IT-ландшафту. Отдельно я хотел бы обратить внимание на наш инструмент TensorRT и здесь показать его, на самом деле, эволюцию за последние примерно 4 года. Если изначально этот продукт появился и в большей степени был направлен на построение эффективного инференса в области моделей, связанных с обработкой изображений картинок, то за несколько лет этот продукт очень сильно развился, и теперь мы поддерживаем огромное количество функционала, который может быть применен для повышения эффективности задач в области инференса, для различных сценариев применения. И как вы можете видеть на этом графике, огромный пласт этих задач теперь, конечно же, лежит в области разговорного искусственного интеллекта. Это и перевод голоса в текст, и обратная задача, и построение диалоговых систем, и рекомендательных систем, и так далее, и так далее, и так далее. И все вместе это позволяет вам как разработчикам или вам как пользователям сторонних решений с помощью этого инструмента закрывать практически весь спектр задач, с которыми вы сталкиваетесь в рамках своих бизнес-задач. Ну и вторую часть своего выступления я хотел бы посвятить теме, которые так или иначе связаны с разговорным интеллектом. Речь, конечно же, идет о метавселенных. Здесь тематика сейчас становится крайне популярной, но я не буду здесь рассказывать про какие-то космические и пока кажущиеся не очень реальными применения. Я попробую, конечно же, сказать про те задачи, которые лежат на стыке с именно решениями в области разговорного искусственного интеллекта. Потому что какой бы вселенную мы ни строили, какие бы аватары мы в ней не хотели завести, так или иначе нам с ними надо взаимодействовать или им с нами, и для этого нам нужны, конечно же, речевые сервисы. Вот давайте про это я скажу несколько слов. И более того, я постараюсь показать вам два примера, которые, как мне кажется, значительно будут более наглядными и показательными, нежели чем любые объяснения, которые можно сделать. Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Прежде чем мы это начнем делать, перейдем к этой тематике, я хочу обратить внимание еще на один из наших инструментов, который называется NVIDIA RIVA. Это решение, которое позволяет строить сервисы обработки естественного языка, обучать их очень быстро, дообучать их на специфической предметной области, под которой мы делаем это решение, и строить решения, которые будут содержать в себе какой-то специфичный голос для вашего бизнеса, для вашего бренда и так далее, и так далее. Делать это достаточно быстро, то есть не решать эту задачу с нуля, а взять уже предобученные модели, обогатить их не очень большим количеством специфичных для вашей организации или для вашей предметной области данных и получить готовый голосовой сервис. Ну, собственно, а дальше я хочу показать несколько примеров, которые интегрируют все те компоненты, про которые я успел уже сказать, по сути, в готовые сценарии применения. Мы не делаем конечных решений со своей стороны, мы делаем все-таки больше инструменты, которые позволяют делать эти продукты нашим партнерам, компаниям, нашим конечным заказчикам. И здесь я хочу обратить ваше внимание, что все эти инструменты, во-первых, очень быстро развиваются, во-вторых, большое количество компаний используют эти компоненты в своих уже промышленных решениях. Ну и, собственно, первый пример, который я хочу показать, это построение системы, где мы наделяем аватар возможностями эффективного взаимодействия с нами как пользователями, соответственно, конечно же, с помощью и диалоговых систем, и системы распознавания голоса, и системы генерации голоса, и рекомендательных систем. И все это мы еще добавляем к вещам, связанных с визуализацией, с аватарами. Ну вот давайте, наверное, как я уже сказал, лучше посмотреть на видео пример, нежели чем пытаться это объяснить на словах. Да, давайте сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все перечислять не буду. Главное, что среди этих языков есть русский язык. Это, конечно же, английский, испанский, русский и остальные языки, я не помню. Но думаю, что главное, что есть среди этих языков, есть русский. Поняли, спасибо. И второй вопрос. Какие есть возможности по добавлению эмоций в разговор для анимированных аватаров, для речевого синтеза? Достаточно большой спектр решений есть. У нас есть инструментарий, который называется Audio Face, который позволяет как раз в зависимости от тональности языка, тональности контента, осуществлять соответствующую анимацию и добавлять тот или иной степень эмоциональности в визуализацию аватара, который мы на базе этого можем сделать. Понял. Спасибо за ваше выступление, за то, что ответили на вопросы. Спасибо вам.